Первое наиболее серьезное происшествие минувшей ночи произошло в пригороде Хабаровска. В 4 часа утра трое жителей села Галкино напали на контрольно-пропускной пункт воинской части, расположенной в этом же селе. Налетчиков задержал экипаж ДПС. Через 10 минут после поступления оперативного сообщения о совершенном преступлении полицейские заметили искомый автомобиль возле одного из жилых домов. Правда, в машине находились только два человека. Яркая примета, которую запомнили военнослужащие и которая помогла задержать подозреваемых, была весьма оригинальна. Потерпевшим запомнилась не столько внешность нападавших, сколько их собака. Крупный питбуль сидел в машине на заднем сидении. Правда, бойцовскую собаку в качестве устрашения или своеобразного оружия подозреваемые не использовали. Свою причастность к преступлению задержанные категорически отрицали, даже несмотря на наличие украденного телефона в кармане одного из подозреваемых. По словам солдат, причина нападения была столь же нелепой, как и сам факт случившегося. Трое незнакомцев подъехали к зданию КПП на Тойоте Марк-2. Когда дежурный вышел на улицу узнать повод для визита, сразу же услышал в свой адрес нелестные слова. Развесёлая компания заявила, что им нужен уголь, который они намерены взять на территории части. Опешивший солдат вызвал подмогу, но даже спустя минуту, когда численный перевес был уже на стороне военных, пыл ночных гостей не угас. Скорее наоборот, они стали бить стёкла в здании КПП и попытались проникнуть на территорию части, сломав при этом замок на воротах. Всё происходящее больше напоминало лишь пьяный дебош, нежели преступное нападение. Поэтому солдаты решили, что применять силу будут только если хулиганы действительно решат зайти на территорию. Но на такой шаг подозреваемые не отважились. Они удалились, прихватив с собой пару чужих мобильных телефонов. Вдаваться в подробности, каким именно образом налётчики украли у них сотовые, солдаты не стали. На улице Краснореченской в районе остановки «Стройка» под колёса иномарки попала 44-летняя хабаровчанка. Женщина из числа местных жителей возвращалась из магазина. Ей оставалось только перейти дорогу. Светофор к этому времени уже переключился в ночной режим, поэтому участники движения должны были ориентироваться только на дорожные знаки и разметку. Проезжую часть пешеход переходила по зебре. Автолюбитель обязан был пропустить женщину. Как рассказывают очевидцы, скорость у машины была солидной. Однако, заметив человека, водитель успел немного сместиться в сторону. Это и спасло горожанку от фатальных последствий. Удар получился касательным. Приехавшие на место врачи заключили, что у пациентки сломана нога. Её доставили в травмпункт. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. В распоряжение инспекторов попала видеозапись этого происшествия. Регистратор был установлен в автомобиле, который ехал навстречу нарушителю. Но из-за слепящего светофар определить марку машины и тем более регистрационный номер невозможно. Единственное, что можно рассмотреть – иномарка была светлого цвета в кузове универсала или хатчбека. Субтитры создавал DimaTorzok